Привет всем, с вами Ирокез и напоминаю, что недавно комьюнити менеджер азиатского региона слил немного инфы о предстоящем обновлении, которое ждет нас в декабре и которое будет ну очень крупным и очень большим. И сегодня появились еще интересные детали от датамайнеров, которые нам расскажут о новом бикенде ивент пасс, тот самый боевой пропуск с левелами, айтемами и так далее. Также новый рейтинг будет абсолютно новый, появятся дивизионные и появятся сезонные награды за этот рейтинг, там тоже есть небольшие подробности. Ну и там еще некоторые фишечки, которые нас ждут уже очень-очень скоро. Давайте небольшая реклама и я вам расскажу абсолютно все по порядку. В живых должен остаться только один, но ты умираешь сразу же после приземления? Твой противник убивает тебя раньше, чем ты его? Что же делать и какое оружие выбрать? GOSU AI помогут тебе улучшить свои навыки в PUBG. Это персональная, невероятно подробная и, что самое главное, абсолютно бесплатная аналитика всех твоих игр. Искусственный интеллект от GOSU AI. Ссылка в описании. Первое, что нужно указать, это то, что завтра до полвосьмого утра по московскому времени в течение четырех часов будет техническое обслуживание, которое связано с переносом обновления с тестового сервера на основной. Оно там содержит в себе изменения багов с аирдропами и так далее. В общем, рассказывал раньше, посмотрите. И, скорее всего, после этого обновления будет еще немного инфы, потому что это сейчас было найдено в лайв-сервере в его сборке. Поэтому ждем еще какой-то информации, но пока что расскажу, что известно. Первое, это боевой пропуск в Викенде. Я напоминаю, что такое уже было при выходе карты Санок. Если вы не помните, то там у меня есть целый цикл роликов с этим пропуском. Посмотрите. Но если коротко, я вам расскажу, что вам дается боевой пропуск. Его можно покупать, его можно не покупать. В зависимости от того, потратите ли вы свои деньги или нет, у вас будут более высокие награды. Но из-за бесплатно они тоже были более-менее неплохие. Ну и вам даются какие-то ежедневные и еженедельные задания. Вы их выполняете, получаете опыт, прокачиваете уровень боевого пропуска. Ну и за это получаете награды. Там ничего сложного. Здесь же он будет отличаться от того, что мы имели на карте Санок. Только лишь, во-первых, потому, что там было 30 уровней максимально. 20 уровней, если вы просто не решались его покупать. Здесь же максимальный уровень, похоже, 50. Потому что есть в файлах игры вот такой вот айтем, который называется 50 уровней. И его описание увеличьте в свой ивент пасс на 50 уровней моментально. Такое уже тоже было. Продавался за 5 долларов увеличение на 5 уровней в карте Санок. Здесь же, видите, прям сразу на 50. Скорее всего, это максимальный буст. Невероятно интересно, невероятно круто. Напоминаю, что на карте Санок за каждый уровень была какая-то награда. Да, там были временные, были еще какие-то. Не всегда это была прям награда невероятно интересная и хорошая. Но, тем не менее, 50 наград. Согласитесь, это неплохо. Также есть еще один уровень, который вам дает возможность купить 20 левелов ивент пасса. Тоже, в принципе, неплохо. Неизвестно, сколько они будут стоить пока. Непонятно. И третий айтем, который вообще необычен и максимально, на мой взгляд, интересен. Это айтем, который, скорее всего, тоже будет продаваться за реал. И он называется BP Boost. Или увеличение батлпоинтов. Бонус батлпоинтов будет вам дан после каждого матча в течение периода ивент пасса. То есть, во время пока у нас будет тот самый боевой пропуск. Это, скорее всего, будет месяц, если сравнивать то же самое с картой Санок. Вы можете приобрести себе BP Boost. Или, может быть, для всех, кто приобретет этот ивент пасс, будет BP Boost. Пока еще непонятно. Но то, что можно увеличить количество батлпоинтов, которые вам будут даваться за каждую катку, это 100%. Согласитесь, тема интересная. Данный пропуск на PlayStation должен быть доступен уже 7 декабря. Потому что, если вы покупаете предзаказ, то при выходе вам его обещали дать. И, скорее всего, мы уже увидим, что в него включено и так далее. Но не факт, что 7 декабря мы сможем им воспользоваться. На это есть чуть более другие причины, которые тоже описаны в файлах игры. Вот есть три сообщения. И одно написано, что паблик тест сервер офлайн. То есть, на PlayStation 4 еще пока не будет тестового сервера. И второе сообщение как раз таки пишет, когда он будет. Паблик тест сервер будет открыт 19 декабря 2018 года. Напоминаю, еще раз уточняю, это на PlayStation 4. То есть, там на плойке 19 декабря появится тестовый сервер. Ну и вас ничего не смущает? Зачем нужно добавлять тестовый сервер на плойку как раз таки 19 декабря? Как раз когда ориентировочная дата выхода 22 снежной карты. Видимо, да, это оно и будет. Небольшое тестирование, которое обещали разработчики. Они сказали, что оно пройдет совсем-совсем мало. Три дня, по-моему, как раз таки самое оно. И ориентировочно первый взгляд на зимнюю карту непосредственно в игре мы сможем увидеть 19 декабря. Не думаю, что на PlayStation и на компьютерах будут какие-то разные даты. Поэтому посмотрим. Но все-таки о том, что к концу декабря, а не к седьмому часу нам стоит ожидать зимнюю карту, я уже склоняюсь чуточку больше. Ну что ж, с ивентпассом мы разобрались. Теперь же давайте о новой системе рейтинга. Здесь есть такое не самое понятное сравнение. Но, в общем, то, что вы видите черным, это те ранги, которые мы имеем сейчас. Ну, вы сами видите. XB Tier Grandmaster, Master Elite, Diamond Platinum, ну и так далее. И вот теперь красным это то, что будет изменено. То, что теперь будет сделано. Мы видим, что самый высокий ранг будет Loan Survivor. И, как сказано ниже в описании, Loan Survivor могут получить только те игроки, которые достигают топ-1000 в позиции лидерных таблиц. Остальные будут, видимо, иметь ранг Survivor. Это, наверное, какой-то аналог нынешнего Grandmaster. Далее Expert, Specialist, Skilled, Experienced, ну, в общем, сами прочитайте. Я думаю, что сами названия не так интересны. Но, как вы можете видеть, каждый ранг обозначается словом Tier. И ниже есть такая вот иконочка, как Sub-Tier. Это подранг, или можно его назвать так, дивизион, или еще что-то. И мы видим, что их всего 5. Ну, 1, 2, 3, 4 и 5. И, скорее всего, теперь это будет выглядеть так, что у вас более комплексно собирается рейтинг, более зависит там от киллов, от времени выживания, от того, как вы убили и так далее. Об этом тоже ранее говорилось. И теперь у вас там будет, например, ранг не просто, как сейчас, мастер и какое-то количество очков. А сейчас будет, например, Expert 4. Там будет Skilled 3 и так далее. То есть теперь есть ранг и есть подранг дивизион. Как это все скажется на рейтинговой таблице? Будет ли у вас подбор по рейтингу? Будет ли хоть как-то вам кидать таких людей, которые близки к вам по уровню игры? Пока еще неизвестно, абсолютно непонятно. Но звучит это интересно. И любые изменения, которые настолько масштабны, на мой взгляд, должны привести к чему-то лучшему. Главное, чтобы PUBG Corp опять ничего не сломали. Также здесь есть одна интересная строчка, которая называется Season Award, или Награда за сезон. И здесь написано, что когда сезон заканчивается, вы получите награду в соответствии с максимальным рангом, который вы смогли достичь во время этого сезона. Иными словами, не важно, насколько вы сильно его сольете к концу сезона, но если вы где-то в середине, или в самом начале, или еще когда-то добились максимального ранга, то, в принципе, он у вас и останется в заметке, что вы его достигли максимально, и вам дадут награду именно за него. Это очень круто. И также еще написана одна очень важная и интересная деталь. Игроки, которые не играют более чем одну неделю, будут удалены из таблиц лидеров. Иными словами, ваш рейтинг просто уйдет, и, ну, видимо, будет заново нужно калибровать. Может быть, он не полностью испарится, конечно же, на ноль вас не кинет. Но вам понадобится какое-то время, чтобы его снова восстановить. Поэтому, если вы действительно заботитесь о нахождении в лидерных таблицах, то, ну, хотя бы там раз в 5-6 дней нужно обязательно зайти сыграть одну катку, иначе у вас просто уберут ваш рейтинг. Ну, а на этом все. Согласитесь, интересная информация. К сожалению, не знаю пока еще, какие будут награды за рейтинг, за те самые достижения рангов. Надеюсь, что достойные. И будет хотеться стремиться к таким вещам. Но это уже посмотрим на практике. Ждать осталось совсем недолго. Ну, а если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам все услышанное. Насколько вы заинтересованы в ивент пассе и 50 наградах. Также, как вам переработка системы рейтинга, новые названия и дивизионы или подранги. Ну, и, в принципе, чего вы ждете от столь глобального обновления с зимней картой. Ну, и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.